Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события. В студии Светланы Кудрявцева я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. И так коротко о некоторых из них. Город убирают после зимы. В Самаре сегодня прошел первый средник. Глава города Елена Лапушкина проверила, как приводят в порядок территории районов в рамках месячника по благоустройству. Раскидывают рыхлый снег, подметают тротуары. В Самаре наводят чистоту на Крымской площади. Снег растаял, а значит, можно оценить состояние асфальта. В Самаре специалисты проводят ремонт дорог по гарантии. В полку ТТУ прибыло. В управление устроились 12 новых кондукторов. Есть ли желающие стать водителями трамваев? Баскетболисты Самары в шаге от полуфинала накануне Волжане одолели Иркут. Первый средник в рамках месячника по благоустройству. Самару приводят в порядок. После зимы уборка территории идет во всех районах областного центра. До 1 мая все городские локации должны быть готовы к летнему сезону. Глава Самары Елена Лапушкина посмотрела, как преображаются территории Куйбышевского, Самарского и Ленинского районов. С подробностями Ольга Павлова. Наводить чистоту и порядок в своем дворе для председателя ТСЖ Нина Титаренко привычное дело. Тем более весной, говорит женщина, когда город после зимней спячки нуждается в уборке и обновлении. Вырошить снег, красить лавочки, бордюры, а также сажать деревья жители Куйбышевского района выходят коллективно, понимая, что убранство дворов и прилегающих к ним территорий зависит в том числе от них. В первом среднике в рамках месячника по благоустройству в Куйбышевском районе приняли участие глава района Алексей Коробков, городские службы благоустройства, общественные организации, госслужащие, волонтеры и неравнодушные жители Самары. Власти города проехали по всем проблемным точкам, о которых жители писали в соцсетях. Люди вышли, вышли муниципальные служащие, вышли муниципальные предприятия, вышли сотрудники других учреждений и предприятий. И, конечно, такая работа будет продолжаться на протяжении всего месяца. Работы по наведению чистоты идут во всех уголках города. Глава Самары Елена Лапушкина вместе с главой района Романом Радюковым оценила организацию Средника и в Самарском районе. Здесь, на одной из главных пешеходных улиц Ленинградской, приводят в порядок тротуары, лавочки, обследуют подземные коммуникации. Жителям города напоминают, территории, которые закреплены за магазинами, должны убирать и обновлять владельцы торговых точек. И желательно своевременно. Ну, зато я увидела, что планы работы в каждом из этих районов есть. Я понимаю, как они двигаются, я понимаю, кого они привлекают. Я вижу работы наших подрядных организаций. Масштабные работы по уборке городских территорий провели и в Ленинском районе Самары. Территорию района глава Самары Елена Лапушкина осмотрела вместе с главой района Еленой Бондаренко. Здесь ворошили снег, приводили в порядок пешеходные дорожки, фонтаны, освобождали туи, которые в зимний сезон нуждались в тепле и были закрыты. Работы по наведению чистоты в Самаре идут во всех внутригородских районах. До 1 мая столица региона должна быть полностью готова к самому приятному, жаркому и долгожданному летнему сезону. Ольга Павлова, Константин Головин, Василий Колдашов. События. Месячник по благоустройству проходит во всех дворах Самары. В порядок после зимы приводят парки, скверы и другие общественные пространства. Сегодня рабочие наводили лоск на Крымской площади. О ходе работ расскажет Максим Магомедов. Весна пришла, кипит работа. Весь апрель в Самаре будет проходить традиционный месячник по благоустройству, озеленению и улучшению внешнего облика города. На Крымской площади рабочие моют пешеходные ограждения и тротуары. Раскидывают снег, чтобы он быстрее растаял. Общественное пространство было благоустроено в 2019 году по нацпроекту «Жилье и городская среда». С тех пор площадь стала любимым местом отдыха горожан. Однако вандалы портят внешний вид территории. Жители не совсем как-то хорошо относятся к нашим объектам. В каком плане? Что у нас есть беседки, у нас есть урны, у нас есть стенды. Ну, расписывают. Поэтому мы сегодня уже здесь приступили к покраске скамеек и плюс ко всему беседок. Также следом мы помоем еще беседки, то есть от грязи, от пыли, которая скопилась. Студентка Арина Маренкова живет рядом с Крымской площадью. Рассказывает, ее путь в университет лежит через сквер. Арина высоко оценивает труд рабочих. Говорит, когда вокруг красиво и настроение сразу повышается. Я считаю, что это необходимо нашему городу. Это очень важный труд сотрудников, кто занимается этим, безусловно, важен. Напомним, что именно жители выбирают, какой парк или сквер будет обновлен в следующем году. С 15 апреля по 30 мая 2022 года на федеральной платформе 63.городсреда.ру пройдет голосование за объекты благоустройства 2023 года. Чтобы отдать свой голос, необходимо пройти авторизацию через госуслуги или зарегистрироваться, подтвердив свой номер телефона. В голосовании участвует 20 общественных пространств по всему городу. Максим Магомедов, Николай Сидоров. События. Профильные службы Самары приступили к осмотру и ремонту дорог, гарантийный срок которых истекает в этом году. Их обновили на средства нацпроекта «Безопасные качественные дороги». До наступления майских праздников специалистам необходимо оценить тот урон, который нанесла зима, и оперативно его устранить. Как проходит этот процесс, узнал Михаил Ермоленко. Еще до начала дорожно-строительного сезона профильные службы Самары начинают ежегодный гарантийный ремонт дорог. Перед этим комиссия, состоящая из представителей подрядных организаций, общественности, а также заказчика, проводит мониторинг уличной дорожной сети. Особое внимание уделяется участкам, которые отремонтировали в рамках различных проектов, в том числе национальных. У нас есть на это буквально пару недель, чтобы, как правило, к 1 мая, к проведению праздников. 1 мая, особенно 9 мая, для всех праздник очень дорог для нас, чтобы дороги были приведены в нормативное состояние. К примеру, улицу Чапаевскую комплексно отремонтировали в 2017 году на средства приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги». В дальнейшем он приобрел статус национального и активно реализуется в настоящий момент. Пять лет назад подрядная организация обновила участок на улице Чапаевской во время подготовки к Чемпионату мира по футболу. За период эксплуатации участка износ небольшой. Все благодаря качественным материалам, отмечают специалисты. Поэтому и ремонтировать ее будет несложно. Выявляются участки разрушенные, придается им правильная геометрическая форма и заливается литвой асфальтобетонной смесью. Ее можно даже при нулевых температурах заливать. И сейчас пока еще не установилась постоянно положительная температура. Это самое хорошее время. По словам специалистов, технологии ремонта дорог постоянно совершенствуются. А вместе с этим разрабатываются новые материалы и смеси. С каждым годом количество транспорта растет. Отсюда и повышающаяся нагрузка на дорожную сеть. Поэтому современные ГОС-ремонт дорог должны включать только износостойкое и качественное сырье. Михаил Ермоленко, Максим Гусев. События. Советник уполномоченного по правам человека в Российской Федерации Евгения Варшавская прибыла в Самару, чтобы проверить, в каких условиях проживают вынужденные переселенцы. В составе делегации гости областного центра побывали на базе отдыха Дубки, где расположен один из пунктов временного размещения. Как прошла встреча, узнали наши корреспонденты. Студентки из Донецкой области Анастасия Голубоярова и Светлана Бескупская за прошедший месяц на новом месте освоились. И даже нашли подработку – столовый пункта временного размещения. Решили, что как только позволит обстановка, вернутся на родину, получат диплом о высшем образовании и снова приедут в Самару жить и работать. Самара перспективна для родителей в городе. По какой специализме? Именно теплогазный, инвентиляция, инженер-проектировщик. Желание остаться в Самарской области высказало большинство вынужденных переселенцев. Такое же решение приняла и семья Зайченко. Пенсионеры мечтают получить российское гражданство и путешествовать по стране. А пока под впечатлением от Самары. Трудоустройство, получение гражданства, льготы при поступлении в университеты и колледжи, а также получение пособий на детей. С этими вопросами переселенцы из ДНР и ЛНР обратились к советнику, уполномоченного по правам человека в России Евгении Варшавской. Она приехала проверить, в каких условиях живут люди во временных пунктах размещения. На мой взгляд, условия очень достойные. Комнаты чистые, с хорошим постельным бельем, с условиями санитарными, все хорошо. Быть довольны. Мы даже внезапно зашли в другую комнату, ну, в очередную комнату, и прям улыбки на лице, спасибо, спасибо, все хорошо. Как отметила Варшавская, в пунктах временного размещения сейчас нет проблем, которые не могли бы быть решены региональным правительством и муниципалитетами. В свою очередь, уполномоченный по правам человека в Самарской области Ольга Гольцова заверила, что многие обращения и вопросы уже в проработке. Люди, которые попали и оказались в трудной жизненной ситуации в связи с событиями на Украине, должны быть обогреты и получить возможности жить дальше, строить свои жизненные перспективы. Во всех пунктах временного размещения для переселенцев организовано четырехразовое питание, есть мобильные библиотеки и игровые комнаты для детей. Михаил Ермоленко, Константин Головин. События. Одно из ведущих муниципальных предприятий Самары ТТУ продолжает набор сотрудников, водителей, трамваев и троллейбусов и кондукторов. Освоить новую профессию может любой желающий старше 18 лет. Пять месяцев проходит обучение в учебном центре при организации с выплатой стипендии в размере МРОД, а сразу после трудоустройство с приятными бонусами. О них подробнее расскажет Мария Левина. Любимое развлечение маленькой дочки жителя Самары Игоря Меньших – прокатиться на трамвае. Во время одной из таких поездок Игорь заметил объявление о наборе сотрудников в ТТУ и решился. С апреля он посещает учебный центр ТТУ. Сейчас изучает теорию, механика, электросистемы, подвижного состава. А после будет практика на учебном трамвае. Пять месяцев обучения завершатся квалификационным экзаменом в центре. В частности, 100 вопросов нужно будет знать на зубок. Также в ГИБДД предстоит сдать на права. Потом незамедлительное трудоустройство, заключение трудового договора и стабильная работа на одном из ведущих муниципальных предприятий Самары. Решил освоить новую профессию для себя, как водитель трамвая. Стабильность, зарплата, завершенные дни, соцпакет. После трудоустройства в ТТУ начинающему специалисту выплатят подъемные. Человек сразу получает 100 тысяч рублей, которые он может потратить полностью на свое усмотрение. Они не подразумевают какие-то целевые назначения, но он должен с нами три года отработать. Во-первых, это стабильность, это уверенность в завтрашнем дне. Профессия водителя трамвая, троллейбус в настоящее время набирает престиж и уважение. Зарплата индексируется регулярно. Даже в самые тяжелые периоды пандемии, когда пассажиропоток снизился, как и выручка предприятия, выплаты сотрудникам не задерживались ни разу. А с апреля текущего года зарплаты водителей выросли на 20%. Причем новички в профессии могут рассчитывать еще и на ежемесячную доплату к зарплате. Надбавка водителям со стажем до двух лет – полторы тысячи рублей. Кондукторам со стажем до шести месяцев доплачивают тысячу рублей. Лекции для новичков, наглядное обучение проводят сотрудники ТТУ. Также приглашаются медики. Они рассказывают и показывают, как правильно оказывать первую помощь. В каждом классе центра – тренажеры. От манекена Максима до симулятора водительской кабины с актуальной системой управления. Обучение не из легких, но интересное, рассказывает начальник учебного центра Геннадий Шефер, который сам почти полвека в ТТУ. Из них 24 года был начальником Кировского трамвайного депо. Впрочем, приходилось управлять и трамваями, и троллейбусами. Профессия водитель трамвая и троллейбуса всегда в почете и всегда востребована. Городу нужен этот транспорт. Это самый экологический транспорт на земле. Что трамвай, что троллейбус. Профессия, которая останется на всю жизнь. И вы в любой момент можете воспользоваться этим. В прошлом году обучение в центре прошли 29 человек. Семь слушателей сядут за парты в мае, при этом набор продолжается. На работу в ТТУ приглашают также и кондукторов. Со старта активной рекрутинговой кампании за последние две недели ряды этих специалистов пополнили 12 человек. Мария Левина, Николай Епифанов, События. А теперь коротко о других событиях этого дня. С 5 апреля на четырех улицах Самары вводятся временные ограничения скорости. Не более 40 км в час. Ограничения касаются улицы Земица на отрезке от Победы до Заводского шоссе в обоих направлениях, в том числе на пути проводят 139-й километр. Проспекты Карла Маркса от Ракитовского шоссе до улицы Алма-Атинской в обоих направлениях. Также улицы Алма-Атинской от проспекта Металлургов до Московского шоссе в обоих направлениях. И проспекта Кирова от Ветлянской до Заводского шоссе в обоих направлениях. На перечисленных участках будут установлены соответствующие дорожные знаки. Меры вводятся для проведения карточного ремонта дороги. Учитель Самарской гимназии стала жертвой телефонных мошенников. Ей сообщили о попытках снятия денег с ее банковского счета и оформления кредитов. Велели идти в банк, там оформить кредиты и дальше следовать их указаниям. При этом рекомендовали не вступать в разговоры с другими людьми и не рассказывать о попытке оформления на ее имя кредита. Преподаватель оформила кредиты в нескольких организациях. Затем, следуя указаниям звонивших, перевела через банкоматы более миллиона рублей на счет, который ей продиктовали по телефону. Лишь после этого женщина поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию. В Сызране подростки засыпали камнями рельсы. Их задержали сотрудники линейного отдела. Выяснилось, что пятеро детей в возрасте от 13 до 14 лет, учащиеся различных школ в Сызране, вечером гуляли рядом с железной дорогой и решили насыпать камни на рельсы перед приближающимся поездом. Все несовершеннолетние из благополучных семей и на учете не состоят. С ними и их родителями проведена профилактическая беседа. Стали известны имена победителей конкурса по предоставлению грантов президента на реализацию проектов в области культуры. В 22 году от Самарской области подали 184 заявки, из которых 29 отобраны на получение гранта. Отбор лучших творческих инициатив шел 4 недели. Поддержку получил фестиваль оркестровых музыкантов «Классика Опенфест». Театр социального таланта – это проект, направленный на выявление творческой молодежи в студенческой среде. И еще один проект, рассчитанный на поддержку талантливой молодежи – «Нить Ариадны». Имена всех победителей можно узнать на сайте фондкультурныхинициатив.рф. Турция рассчитывает, что в этом году страну посетят около 3 миллионов российских туристов. Ранее руководитель Российского федерального агентства по туризму Зарина Дагузова рассказала, что специалисты активно работают над восстановлением полетных программ. Ожидаются, что они будут работать в полном объеме к майским праздникам. Готовятся к предстоящему сезону и российские курорты. В скором времени из областного центра начнет курсировать поезд номер 117-118 «Самара-Адлер». Первый состав отправится в путь уже в четверг, 7 апреля. За сутки в Самарской области зафиксировали 319 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших в регионе – 377 тысяч 14. Такие данные 6 апреля опубликовали на сайте stopcoronavirus.rf. За последние сутки выздоровели 311 человек, а всего с начала пандемии из больниц выписали 365 227 пациентов. Своё 30-летие отмечает Комитет по делам семьи и социальной защиты, который теперь называется Департамент опеки, попечительства и социальной поддержки администрации городского округа Самара. Он был создан 6 апреля 1992 года. Ежегодно департамент реализует более 70 мер соцподдержки населения. Большое внимание уделяют программам, направленным на развитие системы отдыха и оздоровления детей. Тысячам самарских семей оказана квалифицированная помощь. Около 10 тысяч детей обрели семьи. Число отказов от новорожденных снизилось на 94%. Региональную систему помощи детям с расстройствами аутистического спектра обсудили за круглым столом в Самарском доме журналиста. На тематической встрече, приуроченной к Международному дню распространения информации о проблеме аутизма, специалисты говорили об успехах, а также о вопросах, которые еще требуют решения. Подробности в сюжете. По данным областного министерства социально-демографической политики, число детей с аутизмом в регионе растет. В 2021 году этот диагноз был поставлен 871 ребенку. Сегодня в Самарской области создана инфраструктура для поддержки таких детей. Они получают услуги в шести службах ранней помощи, в 82 дошкольных образовательных и 74 общеобразовательных учреждениях, включая 20 школ-интернатов. Дети получают помощь в поликлинических отделениях амбулаторно, проходят там реабилитацию. Сейчас регион готовится к включению в общественный проект «Ментальное здоровье». Но для этого необходимо провести подготовку, в том числе и через круглый стол, который провели в Самарском доме журналиста. Самарская область в первый этап проекта не вошла. Она входит во втором этапе. Начинается этот второй этап с 2023 года. Но, как мы видим, по опыту пилотных регионов, необходимо до этого времени, чтобы в Самарской области была уже сделана и написана концепция, была уже готова межведомственная дорожная карта по оказанию комплексной помощи детям с РАС. Отдельно обсудили образование детей с аутизмом. Для этого необходимы специальные условия. Например, наличие в образовательном учреждении тьютеров, специалистов, основной задачей которых является координация взаимодействия между самим ребенком, его сверстниками, родителями и учителями. Сегодня в регионе сформированы меры поддержки для тех, кто хочет стать тьютером. Введены дополнительные ставки для преподавателей, прошедших повышение квалификации в этой сфере. Министерство образования и науки Самарской области посчитало целесообразным введение дополнительных ставок тьютеров в общеобразовательных организациях, где обучается указанная категория детей, в целях создания условий для обучения и реализации права на образование. Все это позволяет родителям с оптимизмом смотреть в будущее. Участники круглого стола выразили надежду, что откроется больше ресурсных классов в общеобразовательных учреждениях Самарской области и будут приняты долгосрочные региональные программы комплексного сопровождения лиц с аутизмом. Андрей Горгуленко, Константин Головин, События. 7 апреля православные верующие отметят Благовещение Пресвятой Богородицы. Согласно преданию, именно в этот день архангел Гавриил оповестил Марию о скором рождении Христа. Верующие посещают церковь, молятся, дают милостыню. Священники приходят на службу в голубом одеянии. На Благовещение нельзя заниматься домашними делами, лучше отложить уборку и стирку. Нельзя вступать в конфликты и ссоры, а также заключать браки и венчаться. Благовещение совпадает с Великим Постом. Православным в этот день можно употреблять блюда из рыбы. Мясо, молочные продукты исключаются из рациона. Что касается народных примет, то если в этот день вы увидите первую ласточку, удача будет сопутствовать весь год. Следующий праздник, который особенно чтят верующие, вербное воскресенье, выпадает на 17 апреля. Баскетболистам Самары осталась одна победа для выхода в полуфинал российской Суперлиги. В четвертьфинальной серии против Иркута после трех игр волжане ведут 2-1. Следующая игра состоится в Самаре. Подробнее в рубрике «Новости спорта». Баскетболисты Самары вышли вперед в четвертьфинальной серии плей-офф Суперлиги. Третий матч волжане проводили на домашнем паркете. Начало встречи осталось за хозяевами, но уже к большому перерыву сибиряки не только сравняли счет, но и вышли вперед. В перерыве самарцы перестроились и через три минуты во второй половине вернули себе лидерство. Долго соперники не могли завладеть большим преимуществом, обмениваясь с результативными атаками. Лишь в четвертой четверти хозяева смогли создать задел в 8-10 очков, которые удерживали до финальной сирены. 80-73 победа Самары. Счет в серии до трех побед 2-1 также в пользу Волжан. Уже в четверг Самара в случае победы может выйти в полуфинал. Футболисты Толятинского окрона одержали третью победу подряд в первенстве России. Команда дома обыграла Краснодар-2 благодаря голу Владимира Азарова, который отличился на 42-й минуте. После 30 туров команда на восьмом месте в турнирной таблице ФНЛ в их активе 47 очков. Четыре гандболистки «Лады» Алена Амельченко, Валерия Кирдяшева, Ольга Фомина и Ольга Щербак получили вызов на учебно-тренировочный сбор национальной сборной России, который пройдет с 15 по 23 апреля в подмосковном Новогорске. Для Амельченко, в отличие от трех других тольятинских сборниц, которые в декабре прошлого года участвовали в чемпионате мира в Испании, приглашение в главную команду страны – неординарное событие. Планируется, что на завершающем этапе сбора национальная команда сыграет в товарищеском турнире против сборных Белоруссии и Китая, а также молодежной сборной России. Эксклюзивный проект телеканала «Самара ГИС» – обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они пишут на своих информационных площадках. В городском телеграм-канале «Вести с Дворянской» рассказывают о том, как в Самаре проходит месячник по благоустройству и выкладывают фотографии уборки Кировского района. На распределенные территории вышли подрядные организации – МПУ Кировская, УК, активные жители, сотрудники администрации и глава района Игорь Рудаков. К Среднику присоединились и сотрудники администрации Самарского района. Они очистили фасады зданий и водосточные трубы от остатков рекламных объявлений. В телеграм-канале района выложены фотографии жителей, которые убирают свои дворы и раскидывают остатки снега по адресам. Алексей Толстого, 10-12, Кутякова, 8, Галактионовская, 66. В телеграм-канале железнодорожного района рассказывают об опасности угарного газа и напоминают, что он не имеет запаха. Поэтому определить его присутствие в помещении сложно, а риск отравления этим веществом сильно возрастает. Чтобы избежать отравления, нужно соблюдать правила использования газа в быту. Глава Ленинского района Елена Бондаренко рассказывает о том, как в Самаре чествовали победителей акции «Мужчины города-2021» и поздравляет лауреатов, признанных лучшими мужчинами района. Губернатор Дмитрий Азаров выразил соболезнования в связи с уходом из жизни лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского. Одного из самых ярких и незаурядных деятелей российской политики, доктора философских наук, полного кавалера ордена за заслуги перед Отечеством. Владимир Вольфович стал идейным вдохновителем, бессменным лидером либерально-демократической партии России. В этом статусе запомнился абсолютно всем поколениям россиян от мала до велика. Губернатор отметил, что, несмотря на подчас радикальные суждения, он разделял общие для всех патриотов страны цели – укрепление государственности, повышение авторитета страны, защиту прав и свободы российского народа. И выразил надежду, что команда единомышленников, которую сплотил вокруг себя Владимир Жириновский, с честью и достоинством продолжит работу на благо государства. На этом наш выпуск подошел к концу. Все новости можно читать в Телеграм-канале и на официальном сайте «Самары Гис» в «Одноклассниках» во Вконтакте. Выпуски новостей можно увидеть на каналах в Ютюбе и в Рутюбе. Всего вам самого доброго, будьте здоровы и до встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин